Елизавета Павловна Вы лучше скажите, я вот к своему мужу в Сибирь еду. Даже не знаю, если я в этом платье ему на глаза покажусь, нормально будет? Елизавета Павловна, он баб полгода не видел. Вы бы одели что-нибудь без пуговиц. Да и вообще, зачем вам в эту Сибирь ехать? Ну как же, это ж моя вина, что он декабристом стал. И это еще почему? Да понимаете, у меня весь ноябрь голова болела. Так он к декабрю уже не знал, куда свою энергию девать. Елизавета Павловна, мне, кстати, ваш муж, вот, полтинник должен, вот расписка. Ну и что это за каракули? Мой муж писать умел. Писать умел? Пить нет. Ну что вы наговарите, мне супруг капли в рот не брал. Ага, а чего ты на царя попер? Так, не мешайте, идите лучше мне на 6 утра лошадь вызовите. Это пожалуйста. Лизонька, я попрощаться. Анна Дмитриевна, а вы что ж к своему мужу не поедете? Неа, мне надеть нечего. Ну и зря, мужа одного нельзя оставлять, вдруг изменит. Не изменит. А что ж вы так на верность его полагаетесь? Лизонька, голубушка, ему 84 года, я на природу полагаюсь. Ну, дело ваше, мне собираться пора, а то опять на посадку опоздаю и снова буду хвоста сидеть. В богом. Лизонька, полна. Там крепостные сарай сожгли. Вот гада. Вызывайте полицию. Не полицию, а милицию. Ее же недавно переименовали. Зачем? Да говорят, старое название полностью себя дискредитировало. Ну, милицию вызывайте. Может, все-таки не поедете никуда? Ну как я не поеду, если все жен декабристов уже уехали? А если все жен декабристов начнут со второго этажа опрыгать? Ну, не было тогда девятых этажей. Нет, я остаться не могу. Ну, может, хотя бы за отъезд примем? Да хватит вам принимать уже, а? У вас зависимость. Что? Да чтоб вы знали, это не я от водки завишу, А вся ликеровочная промышленность от меня? Ну, ешь по чуть-чуть. Вот это правильно. Ой, Семен Павлович, сколько же лет мы знакомы? Помните, как однажды на Иван Купала мы голые через костер прыгали? Помню. А помните, у вас еще тогда... Я сказал, помню. Маменька, вы опять пьете? Наташечка, да это я так, за отъезд. Угу. С этими вашими за отъездами мы вас уже третий раз прокапываем. Лучше помогите арифметику решить. Что за арифметика в церковной школе? Так, задача. Иуда продал Иисуса за 30 серебреньков. Сколько Иисусов мог бы продать Иуда за 150 серебреньков? А это что? Лозунг нашей школы. Если есть на свете рай, не греши и попадай. Так, Наташ, давай, попадай. Все. Лизает полно. Серая гнидая у входа стоит. Можете выходить. Ой, ну прощайте. И что ж, вы так и уедете? А что такое? А может, останетесь здесь? Со мной? Ведь я давно на вас глаз положил. Да я почувствовала. Да нет, я сейчас руку пониже спины положил. А глаз-то давно. Вы знаете, вы мне тоже нравитесь. Что же делать? Уехать или остаться? Помоги Елизавете Павловне сделать правильный выбор. Отправь СМС на короткий номер 453. Это что сейчас было такое? Да похоже, перчатка опять с брашки слетела. Пойду проветрю. Непременно. Дорогая, я вернулся. Милый, пойдем скорее. Мне столько всего тебе голенькой нужно рассказать. Лизавета Павловна, а со мной вы поболтать не желаете? Так, а это еще кто? А это не ваше дело, чучело. Дуэль, немедля. Я бросаю вам перчатку. Да что такое? Ух ты! Ах ты, чертов этикет, а! Да что ж ты делаешь, смони образованная? Да я тебе сейчас! Не оставь меня, а! Уважаемые зрители, так как КВН добрая игра, мы не будем показывать весь махач, а покажем только концовку этого конфликта. Итак... Так, все-все-все, давай сейчас быстро во враг. Убирайтесь, и кроме ковра больше ничего не получите. Чучело! Я... Ну, а закончить наш стэм логично будет словами жены Абрамовича после развода. Ну, ничего, люди как-то и на 2 миллиарда живут. Так что нам надо, это просто след в окне. В 2010 году администрация Воронежской области выделила средства на освоение космоса. И было решено отправить на Марс первого переселенца. Но только вот добровольца никак не удавалось найти. Что ж делать? Я хоть сама туда лети. Здорово! Тебе добровольцы на Марс нужны? Ну, вообще-то не мне, а российской науке. Ладно, мне все равно, кто-то там крышует. Плачешь ты? Да. Все, давай. А сколько туда лететь? Два года. Ого! А что я там все это время делать буду? Ну, вы будете в анабиозе. Это понятно, что я трезво не полечу. Подождите, еще никто никуда не летит. Давайте анкету заполним. Женаты? Да. Дети у вас в семье есть? У меня есть, в семье нет. Слушайте, а вообще с психикой у вас как? Вы какие-нибудь безумные поступки совершали? Ну, один раз голый на футбольное поле выбежал. Ну, это много кто выбегал. Да? Ну, там в это время ярмарка меда шла. Вот вам ноутбук, пройдите тест на IQ. Давайте. А как он открывается? Все, спасибо. Ну что, выбора у нас нет, поэтому вы нам подходите, распишитесь. Значит, будете заниматься на курсах самообороны. Это вот Анна Игоревна. Сейчас она покажет вам пару приемов. Пожалуйста. Добрый день. Давайте попробуем. Я иду, а вы нападаете на меня сзади. Э-э-э, ты давай себе не переоценивай. Тут и спереди-то особо не на что напасть. Давайте в понедельник начнете заниматься. А что в понедельник, что не сейчас? Ну, как сейчас. У вас даже формы спортивной с собой нет. Спортивной формы? Так и в понедельник не будет. Что тянуть-то? Слушайте. Здравствуйте. Это Воронеж Космос? Да, вы кто? Перед вами золотой медалист Кембриджа. Уймею ученую степень в области астрономии. Владею пятью иностранными языками. Черный пояс по карате. Ой, как замечательно. А что вы хотели? Мне хотелось бы предложить вам этот уникальный пылесос Тирби с десятью новыми насадками. Молодой человек, это секретный объект. Как вы сюда попали? Это интересный вопрос. Но гораздо интереснее, как пылесос справится с пылью в углу. Давайте посмотрим. Слышь ты, а кровь твою сковоролину он очистит? Понял. Не дурак. И не только сковоролина, еще со всяких шершавых файвер. Сумасшедший дом. Давайте вернемся к полету. Значит, Дмитрий, нам придется посадить вас на диету. Смотрите, понедельник, среда яблоки, четверг рыба, пятница только минеральная вода. А минералку можно на понедельник перекинуть? А зачем? Ну поверь, в этом есть смысл. Так и это еще кто? О, это же Ромаха, мой второй пилот. Ромах, ты как от лавочки-то отстыковался? Ой, нифига себе, кеды. А ты что, бахилу уже сносил, что ли? Слушай, давай тут пока в одного подарифуй, я бы уже почти договорился. Женщина, мы поняли, в понедельник начинаем заниматься. Я насчет аванса. Мы не выплачиваем аванс. О, Ромах, ты смотри лохотрон, а. Прям как в тот раз, коте, гематоген за почку дали. А может займешь? А сколько вам нужно? Пять тысяч сколько? Сколько? Тихо, 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 тихо. Это пристрелочный был. Сто рублей есть? Понятно все. Господи, какой космос. В магазин, наверное, опаздываете. Возьмите свои сто рублей и больше нормальных людей от работы не отвлекайте. Что? Да за кого ты нас принимаешь? За алкашей все нормально, пойдем. Погоди. Мне вообще-то в армии доверяли красную кнопку охранять. И ничего, никто не украл. А ты, на, забери свои сто рублей. Пойдем, Ромах, а мы не нужны своей стране. Пойдем. Мужчины, подождите. Я не знаю, что на меня нашло. Я была не права. Возьмите, пожалуйста, вы нужны нам. Ничего, мы не обидчивы. Во сколько надо быть в понедельник? В девять. Мы будем в восемь пятьдесят. Больше ни этих людей, ни свои сто рублей Юлия Александровна не видела никогда. Свадьба – это предел мечтаний любой девушки. Это самый счастливый день в ее жизни. Если, конечно, жених не передумал самый-самый последний момент. Зачем ты это сделала? Сколочь. Придурок. Идиот. Хам. Все, Аня, спасибо, я отдохнула. Козел. Тварь. Урод. Дебил. Ненавижу, а? И вот знаешь, Аня, что меня больше всего в этой ситуации удивляет? Что? Как это наш оформитель так шариками-то угадал, а? Дорогие брачующиеся, властью, данной мне государством, я пошла домой. Юлечка, Юль, ты, главное, не расстраивайся, хорошо? Здесь бой бокалов звонкий, здесь белые невесты платья. Позвольте уточнить мне горе ваше, не отразится на моей зарплате. Товарищ Табада, свадьбы не будет, идите. А что такое? Жених, что ли, сбежал? Я там посижу. Вот что ему еще надо было? Ведь все при тебе, квартира, машина, отец олигарх. Вот я сама не понимаю, знаешь, как решила? Возьму, отомщу ему. Выйду замуж за первого, кто предложит. Выходи за меня. Ладно, за второго. Я говорю, выходи за меня. Мужчина, услышали про отца олигарха, сразу отжидится. Почему? Я и сам неплохо зарабатываю. Пятнадцать тысяч в месяц. Рублей? Ну не копеек же. Идите, ради бога, без вас тошно. Никуда я не пойду. Как говорил мой отец, не отступать и не сдаваться. Он что, у вас воевал? Нет, распространяет Арифлейм. Юль, ты ж самому Андрею хотела отомстить. Ну? Аня, ты его видел, это я не Андрею, это я себе отомщу. Ой. Ну что ж, вот мы остались одни. Чужая свадьба, чужая свадьба. Мужчина, а вы с чьей стороны? Чужая свадьба, чужая свадьба. Значит так, ты не понимаешь, от чего ты отказываешься. Со мной тебе никогда не будет скучно в постели. Да я помню, что вы тамада. Да почему не с это помню? Чужая свадьба, чужая свадьба. Мужчина, я еще раз спрашиваю, с чьей вы стороны? Со стороны невесты. И как ее зовут? Чужая свадьба, чужая свадьба. Ну что, выйдешь за меня? Нет. Мне нужен утонченный, воспитанный, образованный мужчина. Окей, леди. Лондон is the capital of Great Britain. Ой, я знаю английский. Мадемуазель, я не могу сказать, что я живу. И французский. Мужчина, послушайте, я дочка олигарха. Меня в какой-то к стране мира не похищали. Чужая свадьба, чужая свадьба. Да в конце концов, а вы с чьей стороны? Я тамада. Да, парень. Прям не твой сегодня день. Чужая свадьба, чужая свадьба. Да ладно, ладно, ну что мы в самом деле? Мы же все равно не будем ничего кушать. Садитесь, пожалуйста. А ты что здесь делаешь? А я в соседнем зале корпоратив веду. И кто гуляет? Копеечка. Копеечка же. АПЛОДИСМЕНТОМ. 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 Нашелся. А мужа нового по аплодисментам выбрали. Ладно, давай, побегу. О, а вы что не уходите? Я же вам сказала, свадьбы не будет. Свадьба будет? Как не будет? Андрей, 10 часов вечера. Ты где был? Юля, ты не поверишь. Мы с мужиками пошли в свадьбу, потом я по ошибке полетел в Питер на улицу Строителей 12, а там эта рыба заливая. Что ты врешь? Я не врет. Да он не врет. Он пытается сделать наш Сэм новогодним. Вы издеваетесь, что ли, все надо мной? Я как дура здесь сидела. Все, прекратите ругаться, ну. Ну ладно, опаздал чуть-чуть человек. Вы подождали. Но я же вижу, он любит вас. Давайте быстро свадебку сыграем и все, живите долго и счастливо. Да. Что да? Кто нас распишет? Ой, не волнуйтесь, есть у меня один человек. В ЗАГСе на полставке работает. Рыжая! А? Иди сюда, тут двоих расписать надо. Нет, не могу. По правилам Стэма на сцене не может быть больше трех человек. Сейчас. Александр Васильевич, ради спасения семьи разрешите нарушить правила Стэма? Правило есть правило, Дим. Рыжая, ори оттуда! Дорогие брачующиеся! Властью данной мне государства объявляю вас! Вот так и закончилась эта история о том, как Юля и Андрей поженились, толстые и рыжие заработали, а Александр Васильевич не нарушил правила Стэма. Кто-то ищет сокровища на дне морском, а кто-то у себя дома в книжном шкафу, потому что не помнит, в какую именно книгу спрятал свои драгоценные сто рублей. Итак, представьте, классическая КВН-овская российская семья. Вот и я тут ищу! Не, я только вчера прятал! Не, я точно дома прятал! Да в каком кино? В книгах я спрятал, а? Ань, вырубит эту зимпиру, она меня спевает! Мам, пойди сюда, папа опять с песнями разговаривает. Так что ты тут делаешь? О, прискакала! Книгу еще почитать решил? Все, допился. Ань, звони в скорую, скажи, наш отец торпеду переварил. Ладно, если бы я был сто рублей, где бы я лежал, а? Так, Донцова, Донцова, Донцова. Так, кто это такая Донцова? Ростница же наша какая! Что мы ей так материально помогаем-то, а? Это мама покупает! Мама покупает! Да где же мои сто рублей-то, а? Да! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы верите в Бога? Слышь, зайди через час, я тебе прям точно скажу! О, смотри-ка, а! Сопромат! О, батька твой учился, а! А ты, Анька, на меня хоть на кого учишься, да? Выпил же, да? Да почему выпил-то нет? А чё это ты тогда у ребенка про учебу спрашиваешь? Просто! Смотри мне! Ань, ты на самом деле не слушай! Я ж к тебе всегда как к родной относился! Что значит «как к родной»? Ну ты ж у меня совсем взрослая стала, а? Пора тебе всю правду рассказать! Ты на самом деле не моя дочь! Так, пап, всё! Я к дяде Гене больше не пойду, денег у него просить не буду! Не пойду, не буду! А могла бы и отцу помочь! Так, чё это у нас такое-то, а? Это мамины документы! Так зачем мы это складируем-то, а? Иди выброси! Это всё нужно! Вот вся в мать, а! Да зачем это нужно? Выкинь это на помойку! Нет! Шо нет? Вот я твои старые учебники на помойку отнес, так у нас бомжи в институт поступили! Хо, ты смотри, а! Это наша с матерью старая фотография! Да, это мы с ней в Геленджике! В обезьянен-питомнике! Да сколько раз тебе говорить, а нет меня на этой фотографии! Ну, она тогда болела! О! Ты смотри! Отцова армейская гитара! Ну, чё, Анька, хочешь тебе что-нибудь папку сыграть? Нет! Господа офицеры! По натянутым нервам Привела вас Россия! Пап! Офицеры! Офицеры! Ваше сердце под прицелом! Хряпнул уже, да? Да почему хряпнул? Просто пою! Угу! Господа офицеры Гавманова, он просто поет! Да ее уже сам Гавманов просто не поет! АПЛОДИСМЕНТЫ Ай! Вот такая же вырастешь, убью! Ладно, пол восьмого уже, а? Надо чё-то делать, а? Слышь, Анька, когда-то папка помог тебе родиться, а ты сейчас помоги отцу! Что? Иди у матери сто рублей укради! Ну, пап! Ну, шо, пап! Ты же ей не чужая, она не заявит! Ох, ладно! Ох! Тамарка, ты смотри, чё я нашёл, а? Пластинка! Синяя птица! Ну! Ты хоть помнишь? Мы под эту песню с тобой познакомились! Так я же помню! А потом в парк побежали, да? Я тебе ещё часы выиграл! Ой, прям выиграл! Украл! Так, стоп! Продавец меня догнал! Догнал! Я его победил! Победил! Значит, выиграл! О, Танька, какие раньше песни-то были, а? А семьи какие были? Вон у сестры Тамаркиной восемь детей было! Да ты чё, отец, девять! Анишка, девятый родили, им Рейно квартиру дало над аптекой! Да, да помню, конечно! Ой, ну спасибо тебе, Тамарка, прям молодость вспомнил, а? Всё-таки выпил, а? А на дачу мне кто повезёт? Пушкин? О, Пушкин! Мать, точно Пушкин! Александр Сергеевич, где родимый? Мам, пап, вам тут бабушка по скайпу звонит? Привет, мам! Здравствуйте! Здравствуйте, Марка Григорьевна! Сегодня большой праздник! Ань, точно! Иди 21 марта в кружок обведи! В Воронеже интернет дали! У вас серебряная свадьба! Поздравляю! Спасибо, мам! Хоть ты помнишь! В смысле, хоть ты помнишь? Ты чё, думаешь, я забыл, что ли? А то нет! Да, конечно! Я вот с ребятами цельный месяц в гараже репетировал для поздравления, а? Привет, ребят! Ну, слушай! Твоя любимая песня! Томара Валентиновна! Калифорнова! Мать моих детей! Повезло тебе! Мать моих детей! Томара Валентиновна! Калифорнова! Калифорнова! Ты – жена моя! Прям по паспорту! Я люблю тебя! Спасибо, пацаны. Ой, отец, так это ты сто рублей искал, чтобы ребяткам заплатить. Эх, чтобы ребяткам заплатить, я гараж продал. А сто рублей зачем? Выпить? Эх, мать, а! А вот если бы ты родину продала, ты б пить не начала? Да, тут понятно, отец. Ну и логично будет закончить этот стэм словами одного замечательного человека. Главный шуруп семейной конструкции — это любовь. Антон Колбасов — мастер-сборщик 15-й мебельной фабрики. Спасибо! Обычно звездные родители отдают своих детей в частные школы. Потому что если бы они отдавали их в обычные, все бы выглядело примерно так. Итак, представьте, кабинет директора самой средней, самой обычной школы. Анастасия Павловна, чтобы это было первый и последний раз. Простите, ради бога. Да, войдите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Я Сергей Глышко. Вызывали? Нет, я обычный педагог. У меня нет столько денег, чтобы вас вызывать. АПЛОДИСМЕНТЫ Да нет, вы меня неправильно поняли. Я папа Архипа. А, ой, простите. Присаживайтесь, конечно. До свидания. Свободно. Здрасте. Здравствуйте. Отчего же? Меня тоже очень, очень волнует успеваемость Архипа. Из каких это пор у нас уборщиц интересует успеваемость учеников? Да, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Да ничего, ничего. Я понимаю. Одинокая женщина. Значит, и меня вы понимаете, да? Мужчина, ноги поднимите. А теперь рубашку. Анастасия Павловна. Так, Сергей Витальевич, ну что такое происходит? Почему вы не приходите на родительские собрания? Вы поймите, у нас все родительское собрание приходит на вас. Нам приходится деньги за билеты возвращать. Так. Я сейчас по делу. Юлия Сергеевна, помните, на педсовете вы сказали, пусть того, кто украл телевизор из учительской, накажет Бог. Ну и что? Так вот, раз уж он здесь. А ну вон отсюда. Простите, пожалуйста, я не знаю, как это получилось. Очень тяжелый день. Как-то навалилось все, вы знаете. О, да-да-да. Навалилось как-то. Ну ничего, просто я хотел узнать, что с сыном моим там. Ах, да. Я схожу за журналом. Но ситуация критическая. У вашего мальчика выходит два. По литературе. Ну что? По русскому языку. По математике. По физкультуре. И, возможно, даже по английскому. А хотите, он на золотую медаль пойдет. Это в третьем-то классе? Ну я же директор. Так, закончили упражнение. Ага. Значит, не соврала мне уборщица. Что ты меня на какого-то качка променяла. Да нет. Я извиняюсь. Это наш физрук Дмитрий Алексеевич. А это папа Архипа Гуско. Хотя чисто внешне, да, это физрук. А это папа Архипа. Ну и чем он лучше меня? Ну, всем. Я вообще-то тоже стриптизер. О да. Что о да? Я одним вздохом могу порвать на себе штаны и сзади, и спереди. Не то, что этот Маугли. Я, уважаемый, не Маугли. Я Тарзан. А я вообще-то физрук, а не биолог. И в приматах разбираться не обязан. Так, ну все, Винни-Пух. Сейчас у тебя мед носом пойдет. Ты че думаешь, я бабу не ударю, что ли? А если он у вас физкультуру из комы вести будет, это ничего? Что ты сказал? У тебя один звонок, у тебя вообще кранты. Алло, Григорьич, че у тебя дети на трудах делают? Табуретки. Так вот пусть заканчивают, начинают делать гроб. Какой? Красивый. Ну все, Маугли. Сейчас Акела не промахнется. И... Что случилось? Он мне руку сломал. Вы что, дурак? Вы свои силы рассчитываете? Да вы свои тоже, пожалуй. Ну вот мы и остались с тобой одни, Настенька. Настя. Настюша, Настя, Настя. Настя! Настя! Анастасия Павловна! Че случилось? Да уже стенд-то закончился. Вот так всегда. На самом интересном месте. А что нам надо, это просто свет в огонце. А что нам снится, что началась война. Вот так и как-то...